Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Бартея. Я специалист по работе с расстройствами пищевого поведения, психолог. И сегодня я решила не снимать обычное умное видео из тех, что выходит каждую неделю. Я просто почувствовала, что у меня какое-то не то настроение сегодня. И да, я хотела сделать это видео с котиками, но котики разбежались, сейчас ходят там за дверью, мяукают, возможно, вы это слышите. Жалеют, что не попадут в телевизор, очевидно. Так вот, поздно. Надо было раньше думать, когда звали. Так вот, что я сегодня хочу сделать? Я хочу сделать видео о себе и ответить на некоторые вопросы, которые мне часто задают. Я стараюсь не говорить о себе. И если я говорю о себе во время сессии, то в этом всегда есть какой-то терапевтический смысл. Ну, я подумала, что, возможно, такая, такие 15 минут самораскрытия тоже будут иметь терапевтический смысл. И, да и вообще, как я уже сказала, какое-то настроение такое сегодня, что не хочется забираться в какие-то дебри рппшные. Так вот, мне задают вопросы, как я сказала, я сегодня наконец-то на некоторые из них отвечу. Хотя, в общем-то, ничего такого особенного я и не скрывала. Мне 50 лет. По первому образованию я биолог и молекулярный генетик, в частности. Я до сих пор преподаю в университете. Мне очень грустно осознавать, что однажды мне придется оттуда уйти, потому что психология занимает очень много времени, очень много сил, очень много внимания. И я люблю это очень сильно. И, возможно, я люблю это немножко больше, чем преподавание, чем науку, капельку, капельку. И, очевидно, придется выбирать однажды. Это грустно. Грустно выбирать. Выбирать грустно. Хочется получить всё. Не выбирая. Кто-то сказал, я помню, кто мне это сказал, но я не помню, кто это сказал первым, что жизнь — это череда упущенных возможностей. Я бы сказала, что жизнь — это череда сделанных выборов. И мы никогда не знаем, был ли этот выбор правильным или ошибочным. Потому что у нас никогда нет второго варианта. Но что есть, то есть. Вот теперь вы понимаете, какое у меня сегодня настроение. Грустное и лирическое. Вопросы, в общем. Меня спрашивают, почему... Как так вышло, что я так хорошо понимаю, что творится в головах у людей с расстройством пищевого поведения? Как так получилось, что я настолько глубоко знаю эту проблему? И как так получилось? Я купила это право. Я купила эти знания. Я за них заплатила. Серьезными совершенно такими прям вещами. Я заплатила за это право знать, что происходит в голове у человека с РПП. Знать, что ему поможет. Знать, что ему не поможет. Знать, что у него болит. Где у него болит. Почему у него болит. Я заплатила за это 13 годами академического образования, университетского образования. 13 лет. Огромным количеством курсов и прочитанных книг. А еще за это заплатила 20 годами булими. Поэтому, если вам кажется, что, как мне иногда пишут, что я читаю ваши мысли, я знаю, о чем вы думаете, и знаю, что происходит у вас в голове, вам не кажется. Я правда знаю. Я знаю. Это такая суперсила терапевтическая. Суперсила терапевта, так скажем. Вот. К сожалению, в жизни за все хорошее приходится платить. А так она устроена неприятно. И прямо сейчас, если прямо сейчас вы проходите через РПП, стараетесь выздороветь, тратите на это деньги, тратите на это время, плачете над тарелкой или перед зеркалом, а вы за что-то платите. Прямо сейчас. Вероятнее всего за свое будущее выздоровление и за свою будущую счастливую жизнь. Поэтому, да, плата высока. Она высока. Но счастье того стоит. Вот такая глубокая мысль от меня. Дальше. Еще один вопрос, который мне задают. Что самое тяжелое в РПП, на мой взгляд, на мой личный взгляд? На мой взгляд, самое тяжелое в РПП, это ощущение, что ты один, и тебя никто не понимает, и тебя никто не может понять. Потому что ты многие вещи не можешь рассказать. А если даже расскажешь, ты сталкиваешься с тем, что люди, они, может, и хотели бы понять тебя, но они не могут. И вот это ощущение, что ты с этим абсолютно один, абсолютно, переносить очень тяжело. И если люди с анорексией, хотя бы, у них хотя бы родители рядом, пусть не всегда и часто недолго, и они тоже вырастают. И вот взрослые люди, неважно, с каким РПП, всегда одни. Со своими мыслями, со своими чувствами, со своим стыдом, со своей болью, со своим разочарованием, со своим отчаянием. Вот это очень тяжело переживать. Ещё, наверное, очень тяжело переживать ощущение, ощущение беспомощности и ощущение, что тебе никто не может помочь. И что это будет длиться вечно. И что ты никогда с этим не справишься. Потому что ты пытаешься. Ты пытаешься, и пытаешься, и пытаешься бесконечно. И никогда ничего не работает. Вот это ощущение, мне никто не может помочь, очень тяжело переживается. И, наверное, одиночество, когда ты никому не можешь рассказать, плюс ощущение, что тебе никто не может помочь, это, наверное, две такие самые серьёзные причины для депрессии, для решения не продолжать бороться, для решения не продолжать жить. но однажды наступает момент, когда ты выздоравливаешь, и ты понимаешь, что это закончилось. Чувства одиночества больше нет, и чувства беспомощности больше нет, и отчаяния больше нет, и всё становится иначе, и наступает совсем другая жизнь. А если говорить о том, что самое трудное в жизни после того, как ты выздоровел, то, на мой взгляд, это ощущение потерянных лет, потерянного времени, времени, которым ты заплатил за выздоровление. Иногда это 5 лет, иногда 10, иногда 20, иногда 30. и вот это ощущение, что твоя жизнь, что твоя жизнь как-то вот так вот внезапно прошла в этом. Вот это, наверное, самая горькая, не тяжёлая, а горькая вещь, с которой мы сталкиваемся, когда выздоравливаем. Потому что пока мы болеем, у нас как бы есть ещё занятия, у нас ещё есть какая-то надежда, мы ещё на что-то рассчитываем. Когда мы выздоравливаем, мы выздоравливаем, мы понимаем, вот она точка, с которой я начинаю жить. И это может быть 30 лет, а может быть 50, когда эта точка случается, так скажем. И это правда очень грустно. с другой стороны, так, кошки, сейчас подерутся, вот, с другой стороны, если говорить лично обо мне, то эти 20 лет в РПП по моим ощущениям сделали меня абсолютно непобедимой. И сейчас я понимаю, что единственный человек на этой планете, единственный человек, который может меня остановить, это я сама. Ну, то есть, они могут пытаться какие-то люди меня остановить, какие-то события могут меня остановить. Но я понимаю, что я сдаваться я точно не собираюсь. И вряд ли это возможно. и мне кажется, что люди, прошедшие через РПП, это как люди, которые прошли через онкологию и выздоровели, через наркотики и выздоровели, тяжелую какую-то зависимость. То есть, это люди, которые справились с чем-то очень-очень сложным и очень-очень тяжелым и очень-очень плохо поддающимся к контролю. Но когда ты с этим справляешься, ты понимаешь, что а что может тебя напугать теперь? А с чем ты не можешь справиться, если ты с этим справился? Это особенность вот этих невротических расстройств, таких тяжелых неврозов, таких синдромов с огромным количеством разных-разных таких симптомокомплексов. Это особенность. Ты когда через это проходишь, ты как-то ты, ты, особенность в чем невротических вот этих расстройств, в том, что ты выходишь из него абсолютно нормальным. То есть, если из психотических там сложнее и может меняться личность и не всегда в лучшую сторону, то из невротических ты выходишь абсолютно нормальным, таким, как будто ты вот был под, не знаю, под каким-то действием чего-то, гипнозом, как будто тебя заколдовали, а потом тебя расколдовали. И ты раз и нормальный, только с огромным опытом и с огромной силой в руках, потому что травмы, тяжелые переживания, через которые мы проходим, к сожалению или к счастью, правда делают нас сильнее. Правда. Это так и работает. Вот это все, что не убивает, делает нас сильнее, это правда так и работает. Когда травма вас ломает, она одновременно дает вам силу, чтобы выздороветь, чтобы залечить эти душевные изломы. И когда вы это делаете, сила остается. Травма исчезает, а сила остается. И это тоже что-то, за что вы заплатили. Нужно вам это или нет, это другой вопрос. Ну все, вы выздоровеете, она у вас будет. Живите с этим знанием теперь. Меня еще спрашивают, например, знаете, меня в чем упрекают? Меня упрекают часто в том, что я не даю каких-то внятных рецептов. То есть я разглагольствую, 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 как сегодня, например. Болтаю, болтаю о чем-то. И не даю какого-то внятного рецепта, типа делай это, потом это, потом это, и как бы хорошо. Но что есть, то есть. Что я скажу сегодня, что с этим всем делать? Опять же, мое личное мнение. Мое личное мнение состоит в том, что с этим нужно делать вообще не то, что вы делали до сих пор, с этим нужно не бороться, этому не нужно сопротивляться, нужно идти в терапию, нужно читать книги психологические, глубокие, нужно разговаривать об этом с теми, кто понимает, нужно искать поддержку, нужно искать помощь. И даже если вам кажется, пока вы сидите в этом РПП и пытаетесь как-то сами с ним справиться, если вам кажется, что вам никто и ничто не поможет, то это неправда. Вам помогут. Нужно найти эту помощь. Но даже если вы сами справляетесь, не думайте о том, как сделать так, что вы есть или не есть, и почему вам так сложно есть или не есть. Дело не в этом. Думайте о том, думайте о чем болит ваша душа, о чем она болит. Вот это главное. Если вы найдете ответ на этот вопрос, вы выздоровеете, вот это наверное главный вопрос РПП, о чем болит твоя душа на самом деле. И второй момент очень важный для выздоровления это перестать себе врать, о чем угодно. И это очень сложно, потому что это то, что мы делаем. Люди, я имею ввиду, люди. Вот мы делаем две вещи, мы тратим свою жизнь на какую-то ерунду и врём себе. Когда я говорю, мы тратим свою жизнь на какую-то ерунду, я имею ввиду не только РПП, РПП тоже, не только РПП. там там может что-то еще это отношения, которые не работают и никогда не будут работать, это карьера, которая на самом деле не нужна, это завоевание любви людей, которые никогда не полюбят, просто потому что они не способны на это любить, это курение, это алкоголь, это всё, что угодно. Люди постоянно тратят время на какую-то ерунду и на РПП в том числе. А вторая вещь это ложь самому себе, когда мы сами себя убеждаем, что у нас всё хорошо, всё в порядке, нам всё нравится, ну просто вот почему-то ем и блюю, а так мне вообще всё нравится. Вот это бы ещё убрать. И вообще жизнь просто засверкает, как один сплошной бриллиант. Вот это никогда не правда. Никогда. Потому что если вы морите себя голодом, если вы объедаетесь до состояния, что через сколько-то лет теряете способность ходить, если вы едите и блюёте, то это не потому, что у вас всё хорошо в жизни. Нет. Опять же, это особенность невротических расстройств. Они всегда реактивны, они вы реагируете на что-то, что есть сейчас или что было раньше. Поэтому сто процентов не всё в порядке. Вот это две вещи, которые нужны для выздоровления. Перестать себе врать и понять о чём болит ваша душа. Вот так. Наверное, хватит вам рассказывать всякую ерунду. Поэтому просто подписывайтесь, просто лайкайте, просто помогите каналам теперь их два продвигаться и заходите в мой телеграм-канал, там есть чат, вот кстати, да, сама себе задам вопрос, чего я хочу вообще как психолог и как человек. Я же такая молодец, я же прекрасный психолог, я тут сейчас всех вылечу, чего я хочу. Плюс к этому я хочу, чтобы у людей с РПП была возможность формировать сообщества, помогающие сообщества, сообщества, не помогающие худеть, сообщества, не помогающие даже, там, не знаю, нет, сообщества, помогающие выздоравливать, но главное сообщества, помогающие узнать себя. Потому что о чём все мои видео, даже если я не даю рецептов о том, что делать. Видео — это не терапия. Видео — это видео. Это не... Ну, то есть я не могу сказать, что делать конкретно вам, кроме того, что я совершенно конкретно говорю о техтерапии. Но что я говорила? Это старость, не радость. Это не Альцгеймер. Не переживайте. Я в своём уме. Это полночь. Так работает после длинного трудового дня. Так вот. Блин, я вообще забыла, о чём я говорила. Ну и ладно. Очевидно, это не что-то важное. Если вспомню, напишу в комментариях. В общем, подписывайтесь. А, вспомнила. Я говорила о том, что я хотела бы, чтобы у людей с РПП сформировалось в моём канале, например, или здесь, или в Телеграме, неважно. Сформировалось сообщество людей, которые помогают друг другу узнавать себя. Потому что, когда мы узнаём себя, когда мы понимаем, что происходит у нас в голове, мы перестаём быть беспомощными. Мы перестаём бороться сами с собой. Мы перестаём быть тем человеком, тем единственным человеком, который может нас остановить. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, присоединяйтесь к моему Телеграм-каналу. Там вы можете не только смотреть видео, но и читать меня. Не забудьте, если вам сложно заходить на Ютуб, не забудьте, что я сделала зеркало, копию этого канала на Рутубе. Я дам ссылку. Не забудьте, что вы можете смотреть теперь мои видео ВКонтакте тоже. Я дам ссылку. И ищите меня, если я вам нужна. Пока!